Я приехал в Шотландию, в город с названием Стерлинг, и вот только что вышел из вокзала, направляюсь к своей гостинице. Называется она Premier Inn, вот по такому мосту. Добро пожаловать в мою комнату в Premier Inn. Ну, неплохо, в принципе. Можно переночевать, переночевать еще и несколько дней. Можно не пять звезд, конечно, не шик, вида, конечно, тут нет. Вид вот на какие-то кустики, но в целом нормально. Я сюда приехал смотреть правильно, а не сидеть в номере. Город, некогда называвшийся Стерлинг, однажды потерял свои точки над Йо в русскоговорящей среде и стал просто стерлингом, вызывающей ассоциации с английской валютой, фунт стерлингов. На самом же деле город не имеет к валюте никакого отношения. Ее название произошло от названия древней серебряной монеты, которая так и называлась Стерлинг. А по другой версии, которая в 1955 году предложил Оксфордский словарь английского языка. Название датировано приблизительно 1300 годом и происходит от повседневного названия нормандского пени, на котором были изображены маленькие звезды. На староанглийском Стиорлинг и означает звездочки. Что же касается названия города, то местный народ считает, что оно произошло от шотландского или гельского термина, который означает место битвы. Город также называют Ворота Нагорья, за счет его стратегического расположения возле реки Форд. Численность населения составляет всего 40 тысяч жителей, а сам город в свое время был столицей шотландского королевства. Убираю с голоду, ел утром только. Прямо у меня напротив гостишки Нандос. Не знаю, что португальская, афроамериканская. Вот такое. На гриле делают курицу. Я поел в Нандосе. Знаете, что для меня загадка? Причем еще большая загадка, что это в небольшом городе. Я, честно говоря, не помню, где я с таким встречался. Я зашел, и людей практически нет. Несколько столиков занято. И мне официант говорит, мол, ждите. Потом она подошла ко мне и говорит, вот QR-код, сканируй QR-код, перекидывай к ним на страницу. И там написано, встать в очередь. Я нажимаю кнопку, встать в очередь, и там сколько у вас человек. Ты указываешь, сколько у тебя человек. И она тогда говорит, все, окей, пойдем со мной. Пошла, посадила меня за стол. И как бы у меня вопрос, а зачем все эти действия? То есть, почему нельзя просто сразу прийти и сесть за столик? Есть среди вас знатоки, кто знает, для чего эта вообще система придумана? И вот эта центральная часть города, эта часть как раз вот то, что было раньше, в средние века. И на многих домах есть вот такие таблички. Можно подойти, посмотреть. И здесь написано, например, вот это здание. Модный дом в 1671 году. Очень интересно. Смотрите, еще какой прикольный магазин мы здесь откопали. Это Christmas целый год. То есть, вы можете в любой день прийти и купить себе подарки на Рождество или украшения. Если вы хотите хорошую чашечку кофе или чая, Грег рекомендует вот это место. Это одно из лучших кафе, как он говорит, в Шотландии во всей. Очень прикольно и открыто оно выпускниками университета Стерлинга. То есть, оно ему как бы близко. Одна из наиболее известных достопримечательностей города – Стерлинский замок. Считается, что ранее здесь находилась римская крепость Иудеу. В Стерлингском замке короновали королей и королев Шотландии, в том числе Марию Стюарт. Замок прославился событиями XIII века. Тогда он стал эпицентром борьбы за независимость Шотландии. В фильме «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли как раз показываются события тех лет. Тогда считалось, что тот, кто владеет замком, владеет и всей Шотландией. В 1296 году крепость захватили английские войска, и страна стала английским владением. Но сразу после этого произошло восстание, в результате которого шотландцы смогли защитить родину и вернуть своим землям независимость. И на протяжении 46 лет замок переходил в разные руки 8 раз, пока Шотландия не одержала победу. Считается, что Шотландия больше всего привлекает мистических персонажей. Именно в эту страну чаще всего прилетают инопланетяне, из-за чего даже ходят шутки, что Шотландия – это курорт для пришельцев. Сами жители Стерлинга также верят в то, что в нем много мистики и то, что в городе обитают привидения. Чаще всего они встречаются в замках, в том числе и в Стерлингском. Одно из них – «Дама в розовом». Кто-то утверждает, что это призрак Марии Шотландской, которую короновали в старой часовне замка. А кто-то уверен, что призрак бедной женщины ищет своего умершего мужа, которого убили во время захвата замка Эдвардом Первым. Обитает здесь и некая леди в сером, которая при жизни была служанкой Марии Стюарт. Мы сейчас в музее Стерлинга, и здесь находится самый старый футбольный мяч в мире. Этот мяч его нашли в замке в 1970 году, когда проводили какие-то там работы. И его возраст статируется в 1542 году. Представляете? Еще одно интересное место в этих краях – Эрджайлс Лоджинг, занимающий таунхаус 17 века в стиле Ренессанс. Расположен он под Стерлингским замком. Это была резиденция графа Стерлинга, а позже графов Аргайлов. Королевская комиссия рассматривает его как самый важный сохранившийся городской дом своего периода в Шотландии. В конце 20 века он стал музеем. Халерудская церковь или Храм Святого Креста – еще одна городская достопримечательность. Основали храм в 1129 году, что делает храм одним из старейших сооружений в городе. Внутри церкви находятся изящные потолки из дерева, а стены украшены витражами. Здесь также проходили коронации. Одна из самых известных и значимых в истории, не только Шотландии, но и всей Великобритании – коронация сына Марии Стюарт, Якова VI. Именно он был первым государем, который правил одновременно как Англией, так и Шотландией. Ну и вот, собственно говоря, памятник Уильяму Волосу. Башня, высота которой 67 метров, она стоит здесь на возвышенности, которая еще добавляет ему 90-95 метров. И отсюда открывается вид на весь город. Кто такой Уильям Волос? Ну, фильм вы помните «Храброе сердце»? Мел Гибсон играет там сэра Уильяма Волоса. И именно здесь проходила вот эта самая битва, которая показывалась в фильме, именно здесь, в этом месте. До того, как на этом месте появилось это сооружение, здесь находилось озеро, которое со временем высохло и образовало болотистую низину. Спустя века, благодаря этому расположению, шотландцам и удалось победить в битве при Стерлинге и освободить себя от англичан. Противники ввязли в болотах, не успевая дойти до врага. В наши дни здесь располагается музей, который рассказывает о битве на Стерлингском мосту, а также об известных шотландских людях. Сразу на входе можно увидеть фигуру Уильяма Волоса, который говорит английскому королю следующие слова «У тебя есть мое тело, но не моя преданность и уважение». Есть здесь и более современные экспонаты, например, костюм Мела Гибсона из фильма «Храброе сердце». Озеро Лохломен, площадью в 71 квадратный километр, является самым большим озером страны и одной из природных достопримечательностей Шотландии. По показателям объема воды, озеро является вторым сразу после известного Лохнеса. Лохломен расположен в тектонической долине ледникового происхождения, среди грампианских гор. На южной части озера разбросаны острова, среди которых и самые маленькие, исчезающие при приливе, и большие, на которых живут и работают люди. Так как озеро расположено между зелеными холмами, оно получило свое название от местных жителей – Королева Шотландских озер. На юго-западе водоема находится известный гольф-клуб Лохломенд, где проходят международные соревнования. Стерлинский замок – не единственное место, где проходили съемки фильмов. Замки Дун недалеко от Стерлинга снимали такие картины, как «Священный Грааль», «Чужестранка» и «Игра престолов». Замок Дун не такой древний, в отличие от остальных замков Шотландии, но он является одним из немногих сооружений, в которых все сохранилось практически в первоначальном виде. Это позволяет передать атмосферу Средневековья. Замок построили в конце XIV века для Роберта Стюарта, королевского сына, который впоследствии стал шотландским правителем. В следующие шесть веков здание являлось собственностью его потомков, а в конце XX века его передали госорганизации Historic Scotland. Архитектура замка кажется довольно простой. Две башни, холл и стены, которые огораживают двор, но внутри создается ощущение, будто ты попал в лабиринт. Здесь нельзя пройти из одной башни в другую без выхода на улицу. Это неспроста. Так было задумано, чтобы захват замка был более сложным. На нашем втором канале Smaps Education вы также можете посмотреть выпуск про Стерлингский университет. Ссылку вы найдете в описании к данному ролику. Но если вам интересна учеба за границей, то переходите на сайт www.smaps.ru, там вы найдете всю полезную информацию. Сейчас мне проект показал вот это здание, очень интересное и красивое. Это показывается тюрьма шотландская, которая была построена в XIX веке. Так вот, с башни тюрьмы, если вы заберетесь туда, там проводятся экскурсии, если вы туда подниметесь наверх, там открывается вид, как мне сказали, лучше, чем из замка. То есть вот в чем прикол, что в тюрьме оказывается лучший вид, чем из замка. А замок находится здесь, на самом холме. Так же, как и Эдинбургский замок, в котором мы с вами были уже, и если вы не видели видео про Эдинбург, то посмотрите его обязательно. Как и в Эдинбурге, здесь замок стоит на скале. А эта скала, это в прошлом, там, много миллионов лет назад, это вулкан был. Скажите, как они это делают? Городок с населением 35 тысяч, при этом есть, блин, вот такие какие-то мосты футуристические. Сами городки очень аккуратные, где есть все, магазины и кинотеатры, и клубы, рестораны, дорожки для велосипедистов беговые всякие. Замки есть, ну, куча всяких там достопримечательностей и так далее. Несмотря на то, что город маленький, да, есть абсолютно все. Вот эти маленькие городки, они как городки-спутники для крупных, как Глазгоу или как Эдинбург. Кстати, в Глазгоу я поеду сегодня. И всего реально 30 минут, и ты в большом городе. На мой взгляд, это вообще просто очень круто. И транспорт классно развит, прыгнул быстро, доехал, если где надо, прям в большом городе тусоваться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok